здрасте давайте поговорим как взрослые люди вторая половина войны всегда сложнее первой почему потому что мы устали и таки армия украинское слово выснажилось а противник научился и то что российская армия не сильно долго это к сожалению тоже фактор потому что слишком долго это означает и сильно сколько они нарезая как на колбасу все равно у них есть резервы резервы ресурсы их много они сосредотачиваются и хотят наступать это не будет отнюдь блестящее наступление точно не будет наступление первого время первого периода когда элитной части приехали тут воевали и так далее но это будет это будет наступление побитых и крепко побитых димор относительно деморализованных и собранных по принципу смера по нитке части но это без за одного битого двух не битых дают это битые люди уже и которые будут действовать очень осторожно и по всем правилам бояной науки чего часто нам не хватает потому что отдельная информация с поля боя показывает что шапка закидательские настроения тоже имеют место быть по причине первых успехов первых дней войны когда из кустов мы радостно стреляли танки снимали про это видео и здесь нас останется строже к себе и аккуратнее строже и аккуратнее нужно становиться к себе и психологическом смысле потому что вот такие сообщения как использование химического оружия как факт которого проверяется там сдача возможная наших плен или там мы не можем держаться и концентрация российских войск встреча лукашенко с путиным опять очередное возможное втягивание этот самый беларуси войну и прочее прочее обвал этих страшных страшных сообщений падает уже на благодатную почву почву истощенную 47 сутками конфликта а некоторые товарищи ну простые люди понятно регион эмоционально некоторые политические товарищи делают это специально нажимать клавиши вашего беспокойства значит есть два простых правила как пережить эту тяжелую тяжелую тяжелый период и я вам сейчас их назову как бы период будет тяжелым и тяжелым будет не столько потому что будет более страшные вести с фронта хотя они будут сложные скажем и потери будут и отступления и какой-нибудь повтор краматорска будет наверняка и так далее мы же имеем дело с россиянами они как били так и будут бить пожилым кварталом по другим городам и прочее а во-вторых тяжелая она потому что уже нет крепости той психологической чтобы это все держать почва истощилась а еще тяжелые они будут еще по одной причине потому что например в киеве и других городах от которых отошла непосредственно опасность у людей начинается чувство вины что где-то там в мариуполе страдают а мы здесь наслаждаемся не страдаем кого-то убили в буче а я пересидел на западной украине и вот это чувство вины сразу скажу ложное будет разъедать сильнее чем любые новости о применении химического оружия и так далее так далее в психологии очень хорошо известна эта история которая называется должное чувство вины именно сейчас она обрушивается на многих и именно она ищет проекцию на кого же кто же стал кто же сдал мариуполь а то на кого это сбросит все это ясно шучек не может сказать это я сдал мариуполь себе ничего на кого кто же кто же сдал мариуполь который кстати никто не сдал но это такое так вот две вещи помогут вам устоять психологически в этой ситуации ты первое понимание что происходит я его обеспечу второе надо мыслить не категориями квартиры или этажа когда ссорятся жители одной квартиры комнатой комнаты с комнатой квартира с квартирой этаж с этажом а категории общего дома общего дома когда мы понимаем что да на этажах может происходить всякое например могут ссориться представители разных политических сил но у нас есть общий дом в интересах которого надо действовать можете даже визуализировать себе я уча свои комнатки на своем этаже с кем-то соусе но есть общий домик в котором мы вместе живем и мы вместе либо утопнем либо вместе устоим и расцветим думаю визуализируйте домик с крыши в котором вы находитесь и все будет хорошо и второе когда вы читаете чьи-то сообщения и вам кажется что это зрада зрадная ужасная ужасный цинизм подлость предательство или зрада вы возьмите и перечитайте это сообщение еще раз но прочитайте так как будто это написал ваш лучший друг в правоте которого никогда не сомневались и не сомневайтесь и вы увидите что даже в самом зрадном сообщении который вы увидели есть своя логика есть свое переживание за страну или за людей и человек мог говорить что-либо либо пишет что-либо потому что ему не все равно не все равно эмоционально они все равно по-человечески они все равно проектно там когда мысль вперед будущее представляет и так далее-табр слушайте не как сообщение лучших врагов учатки как сообщение души друзей помните что мы украинцы это нация контрразведчиков разведчик от контрразведчик отличается следующим. Вот я разведчик. Разведчик ищет друзей среди врагов. Контрразведчик врагов среди друзей. Сейчас контрразведывательная жилка украинского народа бушует по полной. Зрада. Надо найти шпион. Она бушует до малычата, где пишут что-то божие. Я уже вижу, наблюдаю одну и ту же машину, которая целых 7 минут стоит в нашем дворе, срочно вызываете полицию СБУ и минеров. Она бушует и на высшем политическом уровне, когда все же ищут, когда и кто кого сдаст обязательно и кто кого сдал. И так далее, и так далее. А вы ищите, побудьте разведчиками для разнообразия. Побалансируйте себе психику. Психика немножко качелью устроена. Если есть какой-то фактор, то обязательно должен работать противоположный, иначе система перекосит и крышка оторвется. Поэтому побудьте разведчиками. Читайте сообщения как контрразведчик, а потом как разведчик. Так наступает баланс психики. Контрразведчик читает, как будто писал злейший враг, желающий уничтожить няньку. А разведчик читает, как это друг писал. Посмотрим, да, может он имеет какую-то свою логику. И вот эти две вещи представлять в одном домике или в одном кораблике всех нас. И второе, и себя в том числе. И второе, думать, как читать чужие сообщения и мысли выслушать, как будто писал друг, сводится к тому же правилу, о котором мы говорили. Что выживают только те психологически, кто думает о людях хорошо. А тот, кто думает о людях плохо, разрушает сам себя. Нет, не людей. Он разрушает сам себя. Потому что есть волшебные правила в мире. Никто не знает, почему оно так действует. Я знаю, но и скажу, что человек, когда думает плохо про других, в первую очередь валит себя полностью. Утопит. И это многое со всеми происходит. Многое с кем из нас происходит. Потому что люди слабы. И обычному человеку выдержать испытания войны, конечно, очень, очень тяжело. Но сейчас и выяснится. Потому что быть сильным, когда мы смотрим сотнями картинки расстрелянных российских танков и взятых пленных, это одно. А быть сильным, когда показывают картинки расстрелянных украинских пленных и наших танков, это совсем другое. По-настоящему сильные те, кто сильный, когда плохо. Потому что сильным, когда хорошо, быть не очень сложно. Вот сейчас все поделятся. Кто сильный по-настоящему, а кто слабый, кричит. Так вот, я желаю быть всем сильными по-настоящему. А не сильными по-хорошему. И еще одно, да. Известия сложно будет очень много еще. По-своему причинам. Объективных и субъективных. И второй этап войны может оказаться тяжелее, чем первый. Хотя все равно закончатся наши победы. Победимы или нет, напрямую зависит от того, сколько людей будет сильными, когда плохо. Потому что чем больше людей будет сильными, когда хорошо, тем больше шансов, что этот второй этап окажется не такой благоприятный для нас, как первый. И хотя мы одержали стратегическую победу, конкретные рамки этой победы и конкретные условия очень сильно зависят сейчас от всех нас. Будем мастерить или удержимся. Давайте удерживаться. Все равно, все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...